Красота и грация, свобода и скорость – это все о ней, о лошади. А еще здоровье, ипотерапия, а именно так называется уникальный метод оздоровления, основанный на лечебной верховой езде, известен с давних времен. Перечислять плюсы ипотерапии можно практически бесконечно. Мышцы в тонусе, хороший кровоток, отличная координация. А какая становится осанка? Еще доверчивые и дружелюбные лошади дарят мощный заряд энергии и прекрасное настроение. Такой себе доктор на четырех ногах получается. И лечить он может немало болезней. Метод действительно уникальный, он полезен и для инвалидов. Мы занимаемся с детьми взрослыми, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и психоэмоциональной сферы. То есть это детишки с аутизмом, детский церебральный паралич, рассеянный склероз, задержка психоречивого развития. Павел Дятлов – неоднократный призер различных паралимпийских соревнований. Уже 10 лет он катается верхом, и диагноз ДЦП не стал помехой. Давай вокруг меня, вот налево. Ладно. Такой помощь, дистанцию держишь. Так, хорошо. Вот-вот-вот, ездишь, пальчики у меня руки пошевел, 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 налево, пошевел, право, как перетягивать, лево, лево, пошевел, ага. Раз в неделю Павел приезжает в национальный конно-спортивный парк «Русь» на занятия. Благодаря многочисленным тренировкам он уверенно чувствует себя в седле, и грациозное животное помогает преодолевать ему страхи и тревоги. О своей напарнице, белоснежной Фаридье, молодой человек говорит с придыханием. Это самая умная кобыла нашего клуба, которая понимает человеческую речь, и может, соответственно, выполнить даже то, что можно просто попросить ее сделать. Частенько на соревнованиях она, соответственно, чувствует, что мне, допустим, я нахожусь в таком предсоревновательном состоянии, то есть у меня небольшой мандраж, она все равно, она как партнер, как друг, она старается это сгладить, она, вот я в нее сажусь, она вот как будто говорит, все спокойно, мы сейчас проедем. Приходит на ипотерапию и совсем крошки. Таисии всего пять, но за плечами у маленькой наездницы уже полгода тренировок на манеже. До этого были танцы, бассейн, гимнастика, но верховая езда вытеснила другие увлечения. Особое удовольствие-то и для мамы Таисии. На каждое занятие ее дочка бежит с горящими глазами. Всегда встреча с лошадью – это радость. Это радость, это счастье. Голиаф стал нашим другом, то есть постоянные разговоры, когда мы поедем у Таисии к нему, когда мы будем его кормить. Да и сами занятия, конечно, очень влияют на развитие. Как я говорю, такая мини-школа на лошади. Пройти свою школу на лошади может каждый желающий, благо ехать далеко не нужно. Коно-спортивный парк «Русь» расположен в Ленинском районе. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.